Всем привет, на связи Мамбу и в прошлом видео я рассказывал о том, что нужно сделать перед тем, как непосредственно уже разрабатывать. Когда вы создаете проект мобильного приложения своего, то вам нужно продумать архитектуру. И мне некоторые писали о том, что наглядно бы увидеть сам проект. Я вам сегодня сейчас все подробно расскажу о том, как выглядит архитектура. И в принципе я расскажу наглядно о том, о чем я говорил на прошлом уроке. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид-разработчик за три месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид-разработчик за три месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Смотрите, как я говорил на прошлом уроке, вы должны разбить свой проект, как вы должны продумать архитектуру NVVM. Вы должны разбить проект на три слоя. Data, Domain, Presentations. Открываем слой Data. Первый слой Data вы разбиваете на папку. Первая API. В API будет содержаться все, то есть вся ваша работа с сервером. Открываем бабочку API. Здесь два файла API Client и API Interface. А в API Client содержится код, который будет подключать ваш проект в базе данных на сервере. А в API Interface содержится метод, в данном случае здесь один метод получения данных. Будет содержаться метод по работе с базой данных на сервере. То есть вот эти два файлика, они организуют получение данных сервера. Затем, я как говорил в прошлом уроке, вам нужно создать модельки. Что такое модельки? И у нас на базе данных на сервере есть определенные поля. То есть есть таблица, таблица, то есть есть одна база данных, которая содержит в себе несколько таблиц баз данных. У каждой из этих таблиц есть соответствующие поля. Так вот, вам нужно создать в вашем проекте аналоги тех таблиц. Создаем папочку models. У нас есть файл категорис api model. Именно api. Это файл, точнее это класс, видите, дата класс, который содержит в себе три поля id, name, image. И именно эти три поля идентичны есть в таблице базы данных на сервере. Что такое категорис модел? Мы к этому вернемся позже. То есть это аналог таблицы базы данных, с которой мы получаем данные. Кроме того, мы должны не просто получать данные, а перезаписывать эти данные в базу данных уже на устройстве. Поэтому мы создаем папочку localdb, где создаем класс localdb. Это класс нашей базы данных, с которой мы будем работать через библиотеку room. Категорис DAO это у нас интерфейс, в котором содержатся все методы по работе с базой данных на устройстве уже. То есть это вставка, получение и очистка базы данных. И у даже вот этой локальной базы данных должны быть свои поля. То есть нам нужно создать таблицу базы данных под нашу локальную базу данных. И это мы делаем в папочке models. Был файл класс у нас категорис API model, а это категорис model. Тут идентичные поля тем, которые идентичны в этой модели. Итак, у нас есть модельки, есть локальная база данных, есть API для получения. Все отлично. Теперь нам нужно сделать так, чтобы мы могли смигрировать получаемые данные сервера на локальную базу данных. Это делается в папочке репозиторий. Создаем папочку репозиторий. Здесь создаем папочку data search под папку и data search mpl. В data search mpl мы создаем файл, который будет, скажем так, мы создаем класс, который будет запускать, который мы пропишем метод миграции. По факту, что мы здесь делаем? Здесь, ну вот, объяснение вот этого процесса нужно все-таки начать с другого класса. Вот в этой папочке data search mpl мы создаем два класса. Один для работы с локальной базой данных, а другой при работе сервера. Вот для локальной базы данных мы создаем класс, в котором прописываем все методы, которые были в интерфейсе. Создание базы данных, да, создание записи, получение всех записей и очистка. И далее мы прописываем, что мы будем реализовывать эти методы в специальном интерфейсе, который находится в папочке data search и вот этот метод. Вот этот интерфейс, в котором будут содержаться методы по работе с локальной базой данных. Но также у нас есть сервер, с которого нужно мигрировать данные. Для этого мы создаем класс, специальный, также второй класс в папочке data search mpl. Здесь создаем метод start migrations. Здесь мы получаем все наши данные. Тут в качестве конструктора в этом методе мы передаем интерфейс, в котором запускали методы по работе с локальной базой данных, потому что нам нужно будет перезаписать всю эту информацию в локальную базу данных. Поэтому мы здесь в качестве конструктора передаем вот этот интерфейс, в котором прописывались методы по работе с базой данных. И здесь мы получаем данные сервера и перезаписываем их через цикл в локальную базу данных. И выводим соответствующее сообщение. Если сообщение, если это неудачно у нас получилось, миграция, то выводим другое сообщение. И затем вот этот метод migrations мы должны прописать как реализацию в интерфейсе, в папочке DataSearch, да, вот категории SAP DataSearch, вызываем метод. Затем нам нужно создать еще под папку репозиторий. В этой папочке мы что делаем? Мы запускаем мигратор. Тут мы в качестве конструктора передаем два этих интерфейса. Один по работе с миграцией, да, а второй интерфейс по работе с локальной базой данных. Передаем здесь два интерфейса, запускаем метод миграции и запускаем в данном случае, ну, здесь запускаем метод по работе с локальной базой данных. Там у нас в данном случае, в данном примере, это только получение данных. Поэтому здесь один метод loadCategories. И после этого нам нужно вот эти два метода передать в слой, следующий слой, слой domain. Слой domain является, он является, скажем так, промежуточным слоем, задача которого перекинуть все данные слои data, слой presentation, слой domain. Мы создаем папочку репозиторий и там создаем интерфейс категория scale. И вот именно в этом интерфейсе будет прописан на реализацию запуска вот этих двух методов с прошлого до слоя data в файле репозиторий. Здесь мы прописываем реализацию этих двух методов и затем мы создаем еще папочку use case, в котором создаем класс категория use case, в котором будут прописаны эти два метода. Их мы будем как бы брать, эти два метода с соответствующего интерфейса вот здесь. То есть все передаем по цепочке. Далее идет слой presentation, с которым уже, собственно, и собраны наши все, скажем так, activity, фрагменты, в зависимости от того, что у вас будет в мобильном приложении. И мы должны перекинуть эти два метода с прошлого слоя domain именно в класс view model, в котором будет происходить вся обработка. Вот я их прокидываю сюда, а уже потом, например, здесь сейчас помню, в оформленде категории, мы здесь уже инициализируем класс view model и уже работаем с view model, то есть уже выгружаем recycler view, здесь конкретные данные с этого view model. Но так как мы по цепочке передавали, чтобы все это запустить, нам нужно было бы в стандартном варианте сначала, ну вот по факту, обратно идти, инициализировать view model, потом с view model во view model мы передаем данные с use case, инициализировать use case с учетом интерфейса. Потом в use case в слой domain мы это передавали слой data с репозитория, мы должны проинициализировать были класс репозиторий с его интерфейсами, так по цепочке до самой базы данных. Это не очень удобно и это не признак плохого кода, поэтому нам нужно использовать инъекцию зависимости. Для этого мы в слое presentation создали специальную папочку dependency injections, и здесь есть один файл app models, в котором и прописан этот путь. От view model до use case, scale, IP data search, и так до самой базы данных. Затем мы создали также папочку, специальную папочку, затем мы создали специальный класс app, в котором им указали этот модуль, который мы создали для инъекции зависимости. Ну и соответственно, этот класс app мы также привязали в нашем манифесте. Ну собственно, вот так кратко выглядит паттерн, архитектурный паттерн MVVM. Когда вы начинаете разрабатывать свое мобильное приложение, вы должны предусмотреть все эти слои, и как у вас должно все это быть расположено. Вот такое небольшое уточнение я хотел вам записать. Я на следующее видео уже будет после майских праздников, но если вы хотите стать настоящим Android разработчиком и создавать качественные мобильные приложения, я вам советую записаться на обучение. Особенно сейчас, когда праздники, и это самое время обучаться. На сегодня у меня все. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.